Сегодня стол в конференц-зале Бийской администрации обставлен не совсем обычно. Для встречи гостей приготовлены не бумаги и документы, а цветы и подарки. Гости, впрочем, тоже необычные. Победители первенства мира по подводному плаванию. Глава администрации Бийска поблагодарил спортсменов за весомый вклад в достижение нашего города. Николай Михайлович отметил, что ребята – яркий пример талантливой молодежи, с которой нужно брать пример. Я выражаю слова огромной благодарности и вам, и не только от администрации, но и позволяю себе смелость от всех жителей города за то, что вы действительно… Кто бы когда бы еще во Франции услышал про Алтайский край, про Бийск, а теперь все знают. Пловцы признаются, этот чемпионат стал первым опытом в международных соревнованиях. Несмотря на это, бийчане завоевали золото в эстафете 4 на 100. Первым на старт вышел Евгений Усов, после он передал эстафету Никите Зайцеву. Завершали гонку Павел Пшеничников и Павел Лагунов, спортсмен из Таганрога. Сначала наша сборная отставала от соперников, но концу эстафеты опередила их с заметным отрывом. Медальдор и чемпион Ду Монт-жуниор, голден медаль и ворлд-жуниор чемпион Руссия. Усов, Зайцев, Пшеничников, Лагунов. Победы в эстафете. Достижения наших пловцов не закончились. Никита Зайцев получил серебряную медаль на дистанции 100 метров в плавании в ластах, а Антон Чайковский занял шестое место в шестикилометровом марафонском заплыве на открытой воде. Но, как говорит тренер бийских спортсменов, результаты могли быть и лучше. Сказались длинная дорога до Франции и большая разница во времени. А спортсмены-то многие приехали, во-первых, с других стран, кто-то неделю там проживали на сборах, кто-то из местного европейского региона, кто как. И тут мы такие приезжаем, и у нас бах, пять часов разницы по времени, во-первых. Во-вторых, немножко другое все равно климат, он вроде так же, у нас жарко, там жарко, лето, но все равно другое. Для трех спортсменов соревнований среди юниоров больше не будет. Уже в новом сезоне они будут выступать во взрослой группе. Но самое главное, что все они остаются в спорте. А это значит, что бийские пловцы еще не раз смогут проявить себя и прославить родной город. Диана Козлова, Сергей Даровских, Будни.